Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Надеюсь, у вас сегодня хороший день. У меня в гостях Секси Славик. Как твоя сделка по биткоину? Да я в плюсе на 900 баксов. А на сколько ты заходил? По-моему, на 20 тысяч долларов у меня сделка. Ну, отлично. Да, у меня там десятое плечо стоит. Ну, супер. Согласен. Я вчера ставил ордер на уровне 39 тысяч, покупал. Ну круто, слушай. Да, два биткоина на споте и еще одна сделка на 20 тысяч долларов. Ну и кейк тоже идет вверх. Кейк красавчик просто. Ну и Луна тоже пампит, слушай. Да, да, по Луне хорошие новости. Объявляют, что это третий стейблкоин в мире по объемам. Ну круто, слушай. И я думаю, что это и была причина вчерашнего пампа. BUSD это стейблкоин Binance. Но ты говорил там что-то про сжигание, да или нет? Да, было такое. Было сообщение, что Binance собирается сжечь BNB на 700 миллионов долларов. Это хорошая идея на самом деле. Но у них там автоматическое сжигание каждые три месяца. Там у них есть какая-то формула, по которой BNB сжигается автоматически. И там зависит от объема профита, который они получают. А что за формула? Ну, я так сходу тебе не скажу. Но в любом случае это говорит о том, что может быть рост по BNB. Да, они делают это каждый квартал, и это конечно способствует росту. Если мы вспомним прошлый раз, когда они делали сжигание, то это способствовало росту как раз. То есть сейчас они делают такой же профит, как было в прошлом ноябре и в декабре. Да, да, супер. Я надеюсь, что будет памп и в этот раз по BNB. Да, это отличная монета. Я вообще зашел в BNB на 300 тысяч долларов на самом деле. А еще давайте не забывать о кейк. Если вы смотрите мои видео, то вы знаете, что у меня стратегия зайти в кейк на миллион долларов в общей сложности. Сейчас его стоимость 8.50. Я покупаю по 7 долларов, по 7.90. Сейчас у меня кейк на 120 тысяч долларов, по-моему. Но я хочу довести это до 1 миллиона долларов. И почему я вообще покупаю кейк? Потому что на стейкинге там 63% годовых по APY. 63%. Если вы покупаете кейк на миллион долларов и отправляете в стейкинг, то вы получаете в год 630 тысяч долларов. При том, что это очень хорошая технология. Это децентрализованный протокол. Ты что-то знаешь о кейке? Ну конечно. Это децентрализованная биржа. Это означает, что она никому конкретно не принадлежит. И она делает огромные обороты, генерирует очень большой профит. И зачастую, когда многие новые проекты выходят на рынок, они заводят средства на PancakeSwap для того, чтобы добавить ликвидность своему токену, своему проекту. И когда мы запускали наш проект, Magic Craft, мы тоже запускали его через PancakeSwap. И там есть пара BNB к MCRT. И многие криптовалютные проекты запускаются по такому пути. Они добавляют ликвидность на PancakeSwap. И деньги, которые там крутятся, это просто огромные обороты. Там залоченных монет на 6 миллиардов или что-то такое. И маркет кап сейчас 2 миллиарда долларов. А сейчас, наверное, побольше, потому что случился памп и абсолютный максимум по кейку был 44 доллара. И если он от текущих пойдет обновлять максимум, то это еще плюс 500 процентов. Так что если я сейчас покупаю кейк на миллион долларов, то только на этом движении у меня будет 5 миллионов баксов. И плюс я получаю 63% годовых в стейкинге. То есть с миллиона я получаю в год 630 тысяч долларов, а с 5 миллионов долларов это получается 3,5 миллиона долларов, да? Только на процентах. Но это на самом деле зависит от того, как будет вести себя биткоин. Если он прольется, то все криптовалюты пойдут вниз за ним. Но если биткоин будет расти, то предположу, что ты можешь сделать еще больше денег. Ну и то, что мне еще нравится, это то, что за кейком стоит реально очень хорошая технология. Вот эта децентрализованная биржа, Pancake Swap. Это одна из самых больших децентрализованных бирж в мире. Да, но напомню, что вы должны использовать деньги, которые вы можете не трогать в течение ближайших 2-3 лет. Ну, может быть 2, да, на тот случай, если рынок все-таки просядет, чтобы вы не оказались в минусе. Это то, чему я пытаюсь научить. Да, но будем надеяться на то, что рынок все-таки устоит, и мы будем идти вверх и поймаем все эти движения. Подпишитесь на канал, где уже 72 тысячи подписчиков, поставьте лайк, мы сейчас посмотрим на графики по биткоину, возможно пройдемся по другим альткоинам, мы также посмотрим на мои сделки, на мой профит. Я показываю то, что я делаю на рынке, а вы должны проводить свои собственные исследования. И за мной следит уже больше 100 тысяч человек в различных соцсетях. Ну и Славик тоже за мной следит. Ну и давайте перейдем к техническому анализу прямо сейчас. Биткоин очень хорошо оттолкнулся от нижней границы канала, от той самой границы, о которой мы уже несколько дней говорим, и вот это тот случай, если вы занимаетесь техническим анализом, как раз подтверждение того, что технический анализ работает. Всему этому я учу на своих курсах по криптотрейдингу, ссылка на которые есть в описании под этим видео. Мы от 45 тысяч долларов опустились на 36 тысяч долларов, затем пошли на 47 тысяч долларов, опустились снова вниз, и вы видите, что мы четко ходим внутри этого канала. Две точки, верхняя и нижняя, от которых мы постоянно отталкиваемся. И через них, через эти максимумы можно проводить линию. И вот эти две нижние, по ним тоже можно провести трендовую линию. И прежде чем сейчас случилось то, что и происходит, мы четко могли предсказать вот этот самый момент. И хорошие объемы, посмотрите, зашли. Мне кажется, ритейлеры стали покупать биткоин, и это довольно интересный факт. RSI начинает идти вверх. Stochastic также начинает выходить из зоны перепроданности. Ну и MACD тоже начинает оживать. Это все очень бычьи знаки по биткоину. Давайте перейдем на четырехчасовой таймфрейм. На четырехчасовом, похоже, формируется бычий флаг. Вот он здесь. RSI направлен вверх, идет в зону перекупленности. Stochastic также направлен вверх. Тоже перекупленность. И MACD начинает разворачиваться вверх. Мне кажется, это начало большого булрана. Ленты скользящих средних. Вот она, смотрите, разворачивается вверх. То, о чем я вчера говорил. То, что очень важно, чтобы они развернулись. По профилям объемов мы видим, что основная поддержка на уровне 40 тысяч долларов. На 39 тысячах была собрана вся ликвидность. Я тоже недавно об этом говорил, что так может произойти. Криптогуру бот дает сигнал на покупку. Посмотрите, где криптогуру бот давал сигнал на продажу, когда биткоин стоил 49 тысяч. Ну а здесь, внизу, он дает сигнал на покупку. Биткоин-индикатор бот тоже дает сигнал на покупку. Посмотрите, он четко поймал дно. И этих ботов вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. А еще интересно то, что памп у нас случился после полнолуния. Это интересно, бот показывает полнолуние, и вот можете посмотреть, это была новая луна перед тем, как биткоин пошел вниз. И вот здесь полнолуние, когда биткоин пампанул. И обычно после полнолуния случается памп, очень хороший рост, и затем у нас новая луна, и он идет вниз. Это очень и очень забавно. Я даже сделал об этом видео, как луна влияет на биткоин. Это своего рода конспирологическая теория, но по чатам вы можете видеть, что происходит. Если вы сомневаетесь, то просто включите бота и посмотрите. Новолуние, биткоин падает, полнолуние. Новолуние, биткоин падает, полнолуние и идет рост. Это постоянно происходит, я реально записывал видео об этом, сам я конечно по этому индикатору не торгую, но это очень любопытно. Давайте посмотрим на часовой. Я думаю, что мы выйдем в зоне перекупленности на часовом. МакДи направлен вверх, стахастик в зоне перекупленности, RSI там же. Биткоин не откатывается особо назад, так что это все бычьи знаки. И здесь вроде бы формируется фигура W. Вот формация, вот линия шеи и если мы отсюда пойдем вверх, то цель может быть на уровне 49000 по биткоину. Я именно с этой целью и открывал сделку вчера. Если вы смотрели вчера мои видео, то помните, что именно такую цель я ставил по тейк профит. Я ставил тейк профит на 49000, а стоп лосс на 37400. В риске у меня было 1380 долларов, потенциальная прибыль 10500 долларов. А с десятом плечом это около 100000 долларов. Но если сотое плечо, то там же миллион. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. В общей сложности, если зарегистрируетесь по моим ссылкам, можете получить бонус на 8700 долларов. И если зарегистрируетесь на Bybit, то можете получить бонус 4600 долларов. Но для получения бонуса вам необходимо завести на биржу биткоин. И на Femex вы можете получить бонус 4100 долларов. На этих криптовалютных биржах вы можете торговать различными альтскоинами. Напоминаю, что все ссылки под этим видео в описании, так что переходите и регистрируйтесь. И давайте перейдем на мой аккаунт на Bybit. Я здесь в хорошем плюсе. Со вчерашнего дня плюс 45%, 895 долларов. Я использовал 1985 долларов, чтобы получить 895 долларов. То есть чуть меньше 2000 долларов для того, чтобы получить профит в 1000 баксов. Я также вчера купил два биткоина, если вы смотрели мои видео. Вчера на моем аккаунте было 198 тысяч долларов, но сейчас здесь 202 тысячи 400 долларов. То есть я сделал профит 4400 баксов. У меня здесь два биткоина, которые сейчас в росте на 4,4%. 81 тысяча долларов у меня в биткоине. Ну а остальное в USDT. Также давайте я покажу вам стейкинг на PancakeSwap, что у меня там происходит. Я закупил кейк на 120 тысяч долларов примерно. И здесь мы можем посмотреть, за день у меня профит 98 долларов. 63% годовых, напоминаю. Это вот то, о чем я вам говорю. 63% по APY. И я хочу отправить в стейкинг в общей сложности миллион долларов. Один миллион долларов. И если я стейкаю токена Кейк на миллион долларов, давайте посмотрим, сколько будет получаться в день. Ну за год давайте посмотрим, 639 тысяч долларов. И кроме того, я уверен, что Кейк пойдет обновлять максимум на 44 доллара. Сейчас он сидит на 8 примерно. Вот в этом пуле у меня токена Кейк примерно на 89 тысяч долларов, и доход здесь идет каждый день, здесь у меня уже плюс примерно 5 тысяч долларов. И еще добавим к этому, что Кейк сам по себе растет в цене. Это очень хорошее сочетание стейкинга и роста курса. А в этом пуле у меня Кейк на 57 тысяч долларов. И здесь я уже не помню, какой у меня общий доход получается, но в общей сложности у меня токена Кейк на 120 тысяч долларов. Давайте сейчас посчитаем точно. 89 тысяч плюс 57 тысяч, 60, 50, сколько получается? 146 тысяч долларов. У меня Кейк на 146 тысяч долларов. Ну я уже в хорошем плюсе тогда, примерно на 20 тысяч долларов. Так что давайте посчитаем, допустим, 120 тысяч долларов, в Кейк у меня сейчас. На 120 тысяч долларов я получаю в год 76 с половиной тысяч долларов. Не говоря уже о том, что Кейк растет сам по себе. Это очень-очень интересная технология. Ну и по Magic Craft вчера тоже были какие-то движения, но сейчас цена токена находится примерно на уровне IDO. В рейтинге Magic Craft на 4731 месте, маркеткап 2 миллиона долларов. И что мы вообще делаем в этом проекте? Мы создаем такой себе World of Warcraft, но в криптосфере. И очень-очень скоро у нас уже будет запущен стейкинг. Реально, очень скоро, буквально на днях. И мы сделали очень особенную систему стейкинга. Она работает так, что внутри этого стейкинга вы можете получать токены в классическом виде, какой-то процент по APY, но он будет достаточно высоким и привлекательным. Но мы также включаем возможность получать по стейкингу NFT, игровые NFT, земли, персонажей и так далее. Те NFT, которые могут использоваться непосредственно внутри игры. В общем, я рассказал о том, что происходит на рынке, поделился своим мнением. Спасибо, что смотрели. Нам нужно идти. С вами был Джеймс Криптогуру и увидимся завтра.